Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня предлагаю вам в экспресс режиме пройтись по новому проекту, который называется Project Altis Life RPG. Ну, то есть проект на базе Altis Life. Ролеплей, естественно. Почему экспресс, коснемся чуть позже. Ну, а для тех, кто уже побывал на каких-то проектах, наверное, уже по заставочке понятно, что это за карта. Ну, начнем мы наш обзор не с карты, а с нестыковочек. Вот, кстати, одна из таких нестыковочек. Как видите, написано «Всем привет, друзья! Рады видеть вас на нашем сервере!» А дальше закрыты все карты. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. С нашими на всех бра-бла-бла. Ни черта не видно. Как можно делать такую заставку, где накладывается одно на другое? Но сервер открыт в тестовом режиме. Это надо помнить. В тестовом режиме. И при входе на карту внизу будет подпись, что это бета-тест. То есть, это еще тестируется. Но опять идет нестыковочка. Вот заставка с группы ВКонтакте, где написано, что вообще-то проект открыт. Да, написано, что он открыт в тестовом режиме, но уже есть цены на випки. И есть вот такая вот статья, гласящая о том, что если вы приведете какое-то количество людей на этот проект, то вы получите деньги и получите вип-статус третьего-четвертого уровня. Но если это тест, то почему раздаются випки и деньги? Ведь после теста, скорее всего, будет вайп. Но вот опять нестыковочка. Как вот это надо понимать? Кстати, мне после захода тоже дали випку. Ну вот какой от нее смысл на тестовом сервере, ну не знаю. Ну ладно. Допустим, это тестовый сервер. И после вайпа все, что у нас было нажито, так сказать, непосильным трудом, нам вернется. Допустим. Переходим к самому тесту. Обратите внимание на карту. Что здесь тестировать? Вот что здесь тестировать? Эту карту я показывал, наверное, раз в шесть. А ее используют, ну я не знаю, ну, наверное, процентов 50 всех проектов, которые открыты на базе игры Arma 3 Roleplay. Вот вам небольшой список тех проектов, которые используют вот эту самую карту, эту самую сборку. Это и Your Life. Это и Union RPG. Это и Virtual Project. Это и недавний наш с Тимуром обзор Asgard Roleplay. Все эти проекты, а я думаю, что каждый из вас мне накидает еще, наверное, парочку проектов, где используется именно эта карта. И не знаю, давно там не был, но, по-моему, к списку этих карт можно добавить еще и проект Fatum. Так вот, исходя из всего этого, мне абсолютно непонятно, что здесь можно тестировать. Если на этой карте уже открыта куча проектов, и куча проектов умерла на этой карте. Что именно здесь надо тестировать? Непонятно. И вот что-то мне подсказывает, что даже после окончания этого непонятного теста, когда будет объявлен релиз, ну, вряд ли я зайду сюда, и здесь прямо все будет по-другому. Будут новые механики интересные, абсолютно новые скрипты. Почему-то я вот в этом сильно сомневаюсь. А вот поэтому-то как раз и называется этот обзор «Экспресс». Потому что показывать здесь уже абсолютно нечего. Кому интересно, вот сейчас в правом верхнем углу стрелочки будут показаны ссылки вот на те самые проекты, которые построены на этой сборке. А это сборка Union, по-моему, версии 1.2, но тут я могу ошибиться. Но так или иначе, в некоторых из этих обзоров я показывал эту карту очень досконально. Хорошо, в принципе, о ней отзывался, потому что действительно карта очень уютная. Но она старая. Ну и из-за своей легкой доступности она сильно заезжена. Как я уже и сказал, огромное количество проектов расположено как раз вот на этой сборке, на этой карте. Поэтому, ну, интересно, здесь уже увидите вряд ли что-то получится. Но не знаю, потому что сервер же в тестовом режиме. Может быть, и дай бог, что все на релизе поменяется и станет таким красивым и обалденным, что мы все придем сюда играть. И не подумайте только, что я с каким-то негативом отношусь к этому проекту и назвал это проект экспрессом. Хотя этот проект действительно, вот как это сейчас в народе их называют, да, клоном. Уже стало нарицательное имя такое. Клоновый остров. Ну, вот это клоновый остров. Чего еще можно сказать? Надо говорить правду. Это клонированный остров, в общем-то, скачанный с интернета и вот запущенный. Ну, и я не против открытия подобных проектов. Если это кому-то нужно, если это кому-то нравится, то, бога ради, заходите и играйте. Я только двумя руками за. Единственное, что вот лично я сюда не приду, потому что я уже в одном из своих видео говорил, что я дошел до предела. Меня уже тошнит от алтийской архитектуры. Я не могу уже на это смотреть. Доигрался просто. Вот знаете, как какое-то вкусное блюдо. Как бы оно вам не нравилось, но если вы будете его кушать каждый день, то рано или поздно вы не сможете на него смотреть. Вот примерно то же самое сейчас происходит и у меня. Я не могу уже смотреть на алтийскую архитектуру. Все, уже вот пришел какой-то предел. Но если вам это нравится, бога ради, заходите и играйте. Я еще раз скажу, не против. Открывайте хоть каждый день на юнионе, на стоке, как угодно. Если это зайдет, если люди придут и будут играть и получать удовольствие, то почему бы и нет. Ну, а здесь мне показать вам нечего. Я оставил ссылочки, пожалуйста, если кому-то интересен этот проект, как он выглядит и какие есть тут достопримечательности на этой карте. Пожалуйста, пройдите, посмотрите. Там очень много всяких проектов на этой карте. Ну, а здесь мы можем посмотреть только автотранспорт, которого здесь очень много, потому что к этому проекту вкупе идет пак автомобилей. Поэтому машин очень много и грузовых, и легковых. Но чем-то вот удивить я тоже не смогу. Администратор предоставил мне две машины. Не знаю, зачем, просто пришло сообщение, если хочешь поработать около гаража, будут тебя ждать две машины. Правда, не знаю, как я одной задницей на двух машинах поеду, но посмотреть на них мы сможем. Ну, а в целом, что еще здесь показывать? В общем-то, я и не знаю. Ну, а машинки, которые предоставил администратор, вот такие вот два Мерседесика. Симпатичные, в общем-то, модельки, очень красивые. Пак от одного автора, поэтому они все такие, вот я бы сказал, красивые. Красивые машинки, нечего тут и говорить. Можно было бы, конечно, уделить время и полазить по автосалонам, но вот, если честно, не хочется даже тратить и время. Я буквально недавно показывал эту же карту на проекте Асгард и, в общем-то, тот же самый транспорт и здесь. Почти что та же самая даже экономика, в общем-то, не особо она переделанная. Ну, а машинки, вот, пожалуйста, смотрите, они действительно красивые, интересные. Но надо сказать, что вот данные модели, это за VIP-4, поэтому я их даже в магазине и купить не смогу, хотя администрация и прислала мне каких-то бешеных подъемных. Ну, а возвращаясь обратно к этим Мерседесикам, они очень навороченные, у них включаются, одевается какая-то броня, правда, визуально я этого не понял, как это выглядит, включаются два вида маячков, поднимаются, опускаются стекла, ну, это вы сейчас видите на картиночке. Ну, прикольные машины, ну, еще раз скажу, что это за VIP-ки, то есть обладателем VIP-4, и стоят они, ну, там, по 6 миллионов. Хотя экономику надо прочувствовать, чем я, конечно же, заниматься на самом деле-то и не хочу. Но так или иначе, я все-таки побегал по проекту, в поисках все-таки какой-то уникальной штуки, которую, может быть, администрация где-то прячет. Я поездил по проекту, полетал, посмотрел на базы. Базы все стандартные, вот в этой сборке они стоят, они называются свободные базы, они выглядят вот таким вот образом, и их здесь много, хотя, в общем-то, премиалок здесь не будет. После чего, когда я набегался по карте и понял, что, ну, ничего, я не могу найти, я задал вопрос администрации. Написал сообщение, что, ну, разъясните мне, пожалуйста, в чем вообще фишка данного проекта? Потому что, ну, у меня-то в душе складывается впечатление, что это обычный клон. Вот я недавно просто заходил на точно такой же проект, и вот я опять зашел, и у меня дежавю. Мне написали вот в этом сообщении, что, в общем-то, ничего нету, все будет впереди, здесь не будет ОМОНа и не будет премиальных группировок. Ну, такая себе фишка-то, не знаю я вот. Ну, как я и говорил, что если это вам нравится, и, ну, вы ищете проект, где нет ОМОНа, я, правда, никогда не сталкивался с проблемами ОМОНа, не знаю, и, ну, проблемы премиальных группировок, они ясны, это ясно. Если кому-то кто-то устал от премиалок, то вот на этом проекте премиалок не будет. Поэтому заходите и играйте. А ответ все еще впереди, такой достаточно размыленный. Что именно впереди, Бог его знает. Ну, не знаю, никакой информации, в общем-то, я не нашел, что именно будет впереди. Ну, наверное, вот на этом я и закончу этот экспресс-обзор, потому что действительно показывать мне больше нечего. Если кому-то понравилось, заходите, потестируйте, получите випки. Ну, если есть друзья, приводите друзей, как я показал в самом начале, за то, что вы приводите сюда друзей, получаете и деньги, и випки. Ну, и выясните заодно, что будет после теста. Будет ли вайп, или не будет вайп, или все это вам восстановится. Не знаю, не узнавал. Администрация не очень разговорчивая. В общем-то, никакой информации больше у меня нет. Поэтому на этом я и буду заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok